В зале аншлаг. Посмотреть на веселых и находчивых собрались фанаты КВН и те, кто сами пробуют себя в этом жанре. Наталья Ивановская признается, такие встречи заряжают ее энергией и позитивом. Я КВНщица. У меня есть сын, который уже пять лет играет в КВН в юниор-команде. И я тоже играю с ним. Я работаю директором, но КВН это мое хобби. Прихожу на все игры всех команд и даже езжу в Москву. Всегда болею за КВН. За Кубок губернатора приехали побороться четыре команды. Юра из Москвы, доктор Хаус из Могилева, северяне из Нягоне. На сцену вышли и наши земляки, сборная Самарской области, в состав которой вошли команды, представляющие регион в лигах Международного союза КВН. Перед началом турнира с приветственным словом гостям и участникам обратился глава региона. Кубок КВН Самарской области стал не только нашей доброй традицией, но и заметным событием в жизни КВН всей страны. Я хочу пожелать удачи сегодня всем командам-участникам. Всем без исключения. Но болеть я буду за нашим. Участники показали самарскому зрителю сильнейшую программу. Тот самый настоящий КВН. Дерзкий и смешной. Шутили о политике, спорте, девушках, Самаре и даже об актуальных трендах социальных сетей. В этот раз кубок в виде символа Самары, ракета-носителя «Союз» получили сразу две команды – «Северяне» и «Доктор Хаус». Трофей чемпионом вручил заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев. Наши эмоции замечательные. Это с нами приехали. Когда много людей, это очень хорошо. Великолепные эмоции. Мы первый раз в Самаре. Очень теплый зал. Нас, мне кажется, нигде так не принимали, как в Самаре. Обязательно вернемся сюда еще раз. Второе место одержала команда «Юра». А третье место досталось сборной Самарской области. Да, в принципе-то не обидно. Все-таки команды в высшей лиге проиграли. Какой-то опыт получили все равно. Опыты, да, бесценно. Я считаю, что самое главное все-таки получить опыт, потом сделать выводы, поработать над ошибками. Идти только вперед. Еще и все впереди. Они не боятся выглядеть чудаками, потому что знают секрет успеха в оригинальности. Для них сцена – жизнь, а зритель тот, кого искренне любят. Причем взаимно. Ведь КВН – это лекарство от скуки. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.